Потенциал АПК представили российские регионы. Делегацию Краснодарского края возглавил Вениамин Кондратьев. Центральным событием стало пленарное заседание. Главная тема – ситуация на рынке зерна. По прогнозам, уже в ближайшее время Россия может занять третье место по производству пшеницы, уступая лишь Китаю и Индии. А к 2030 году в планах экспортировать около 50 миллионов тонн зерна. Но вместе с тем важно, чтобы рекордные урожаи приносили максимальную прибыль, отметил председатель правительства России. По словам Дмитрия Медведева, для этого важно заниматься переработкой. Конечно, крайне важно заниматься переработкой. Да, мы будем экспортировать сырье, будем экспортировать зерно, но тем не менее, это в равной степени касается и необходимости развития биотехнологий и увеличения производства различных продуктов переработки, потому что именно там добавленная стоимость. И там, конечно, прибыль для аграриев и решение целого ряда продовольственных задач. Кубань сегодня экспортирует 5 миллионов тонн зерна. Но, как отметил Вениамин Кондратьев, куда выгоднее было бы продавать 5 миллионов тонн готовой продукции. Сделав ставку на экспорт готовой продукции, выиграют и сами сельхозпроизводители, так как добавочная стоимость товара будет больше. А в крае увеличится количество рабочих мест и вырастет доля налоговых поступлений в бюджет. На Кубани больше возлагают надежды на переработку зерна, а не продажу его сырьем. Это даже в крайнем случае позволит нам зерно, которое сегодня мы просто продаем на экспорт, перерабатывать как быкорма и тем самым пустить на внутренний региональный рынок для развития животноводства. Для нас это тоже более выгодный, я считаю, сегодня способ использовать наше желтое золото, чем просто его продавать. Это, конечно, быстрые деньги. Но как быстро они придут, так быстро они уйдут. Я еще раз подчеркиваю, что сегодня реализация продуктов переработки зерна позволит нам жить еще более богаче и на самом деле развивать само село и поддержать сельского жителя. Всемирный зерновой форум в Сочи прошел впервые. До этого в 2009 году его принимал Санкт-Петербург. По мнению экспертов, это крупнейшее деловое событие для мирового зернового рынка.